Так как это все рушится, они просто стали опасны, люди заколотили и перестали ими пользоваться. Вообще здесь были балконы. В доме живут еще с 47-го года прошлого столетия. Он осыпается на глазах жильцов. Видимо, поэтому на его территории ввели режим повышенной готовности. Готовы должны быть специалисты администрации железнодорожного района к любому развитию событий. Соколь был фактически разрушен от отопления. Батареи текли и размыли нижнюю часть здания. Пришлось его восстанавливать, наращивать до верхней части. Ну, фактически верхняя часть дома парит в воздухе. В квартире Ольги Шамне, старшей по дому, зимой промерзают стены, потому что с наружной части дома крошится кирпич. Но долгие годы к родственникам ходили не только греться, но еще и душ принимать. Это эконом-класс. Называется «Уголок душевой». Сделали своими силами, благодаря моему сыну. Представляете, в 14 лет мы, как сказать, смешно, запчастями мылись. Тазик поставишь, он побольше, на стул тазик поменьше. Возможно, они переселятся дому на северо-западной 11. В этом должен помочь режим повышенной готовности. В мэрии говорят, что новый статус домов обязывает администрации районов провести дополнительное обследование. Формируется проект муниципального контракта на соответствующее обследование, по результатам которого будут приняты дальнейшие решения о судьбе как самих домов, но и так жителей, которые проживают в этих домах. Если окажется, что жить здесь нельзя уже сейчас, жильцам дадут другую квартиру, если нынешняя не приватизирована. Если квартира в собственности, дадут деньги на новую сумму, высчитают из средней стоимости квадратного метра по Барнаулу и умножат на площадь жилья в собственности. Правда, Ольга Шамне говорит, что для нее сумму компенсации посчитали меньше, чем необходимо. Рассчитав среднюю стоимость за квадрат ниже, чем на рынке, в 41 тысячу рублей. Вопрос уже решается в судах. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком.